Тестология — это наука о клетках, и здесь на две минуты небольшое отступление. Если в дальнейшем собираетесь заниматься только программированием или только математикой, то это отступление не настолько и важно, хотя тоже случилось. Но если вы собираетесь заниматься тем, что называется естественная наука, то всячески вам рекомендую разобраться с историей наука. Без этого совершенно невозможно понять, почему те или иные проблемы в настоящее время, вот сейчас, становятся важными. Как это ученые умудряются их решать? Это вам только сейчас кажется, что это результат гениального озарения. Это гениальное озарение всегда стоит на плечах предшествующих работ. Поэтому, если хотите, в науке разобраться как следует, обязательно историю наука. Когда, кем и какие важнейшие открытия сделаны, какие первоначальные формулировки важнейших понятий предложены, как потом все это хозяйство уточнялось, менялось, развивалось. Только в этом случае вы действительно будете владеть научным материалом. Поскольку наши дальнейшие игры с клетками, то несколько слов по поводу истории исследования клеток. Ну, во-первых, как по-вашему? А когда вообще в науке появляется этот термин «клетка»? Я уж не спрашиваю, кто автор термина. Просто когда? По Закхиратре, Александре Македонскому, во времена Наполеона. Когда? В 20-м веке, а? Ага, в 20-м веке, а? В 18-м. Разогнать в 18-м. Исследование микромира, вот просто глазами, невооруженным зрением, невозможно. Слишком мелкий объект. Поэтому исследования клеток напрямую связаны с появлением оптических увеличительных приборов. И первое, микроскопы. Хотя, сегодня увидите, что не всегда это были микроскопы. Давайте разберемся, как устроен типовой, самый простой оптический микроскоп. Что он у себя представляет? Ну, то, что этот прибор увеличивает еще мелкие объекты, это значит все. Ну, а как он устроен, как работает, хотя бы примерно? Объект должен быть зафиксирован совершенно неподвижным. Почему? Ну, потому что если он хотя бы немножечко там колеблется, двигается и так далее, вы ничего не увидите. У вас постоянное движение, размах этого движения будет увеличиваться пропорционально увеличению микроскопа. Ну, то есть он сместился на миллиметр, а для вас, когда вы смотрите, он ускакал вон туда. А потом вон туда, а потом вон туда. В этом режиме хоть что-нибудь рассмотреть нужно? Совершенно ничего. Поэтому, как обстоятельства, если сбоку смотреть на микроскоп, то у него обязательно есть предметный столик. В серединке которого дыра. Под дырой будет находиться источник света. В разных микроскопах по-разному. Ну, и достаточно часто на школьных микроскопах это просто зеркальце, угол наклона которого можно менять. В результате солнечные лучи, лучи от лампы, отражаясь от зеркальца, будут проходить сквозь эту дырочку. То есть источник света всегда снизу. Можно поставить сюда маленькую лампочку. И микроскоп станет независимым от уличного света. Ради него. Теперь, сверху на этот столик выкладывается достаточно полстое и хорошо полированное стекло. Предметное стекло. Вот оно. Стеклянная пластинка. Именно на предметное стекло выкладывается тот объект, который вы собираетесь рассмотреть. Вот. Розовую крупинку. Но хитрою хитростью есть. Если это живой объект, то больше чем наполовину, любой живой объект, из какого речи у вас встанет? Из воды. Из воды. Если я взял, просто положил кусочек, конюченький кусочек живой ткани на это стекло, в течение 10-15 секунд, что из него будет? Погибнет. Я уж не говорю о том, что погибнет. Ну хорошо. Буду рассматривать погибшее в лес. Вы это или не в лес? Ничего не будет. Вода испарится с равной. Если объект взял и усох на две трети, его нормальная форма сохранилась? Да нет, конечно. Вы ничего не увидите. Поэтому, как делают? Объект всегда размещают капли воды. То есть вы сначала капнули на предметное стекло капельку воды, а потом уже в нее поместили то, что будет рассматривать. Но дело в том, что капля воды будет иметь криволинейную форму. По сути дела будет работать как линза. А любая линза сохраняет или искажает форму объекта? Скажет. Скажет. Вы видите, вы черт вступка. А не то, что, собственно, хотели рассматривать. Поэтому сверху такую конструкцию накрывают еще одним тоненьким стеклошком. Совсем тоненьким. Задачка. Сблющить вот эту каплю воды. Такое стеклошко будет называться покровное стекло. Вот это вы подготовили в свой объект. Теперь с ним можно работать. Кстати, если вы собираетесь рассмотреть, допустим, живых инфузорей. И вам интересно посмотреть, как они там плавают. У них пространство для плавания должно быть. Или они должны быть задавлены стеклом полностью. Но если вы инфузоре задавили покровным стеклом, можно ли рассчитывать, что она куда-то так выйдет? Да нет, естественно. Поэтому как делают? Берут покровное стеклошко и аккуратненько уголком проводят по куску пластилина. На каждом уголке образуются малюсенький комочек пластилина. Пластилиновая ножка. У вас в результате покровное стеклошко на четырех ножках оказывается. Капнули каплю воды, поместили туда объект, положили сверху покровное стеклошко и вот так аккуратно подвигали. Зачем? Чтобы ножки расплющились и поплотнее немного прижались. Вот в этом случае вы сохранили прослойку воды между покровным предметом. У вас есть объем для движения живых организмов, а никакого искажения получать не будете, потому что эти два стекла параллельно друг к другу. Это вот такая небольшая сутрость. Теперь дальше. А почему, собственно, микроскоп хорошо видны мелкие объекты? Благодаря линзу. Чудесно. К оптику мы сейчас лезть с вами не будем. Что такое фокусное расстояние, от чего зависит степень увеличения линза, а заодно о том, что кроме обычных, привычных для вас изображений, есть чумнимые изображения. Вот об этом мы здесь с вами говорить сейчас не будем. Будем основываться на простом факте. Двояко выпуклой линзу. И вот мы сквозь нее уснули. Тогда линза будет увеличивать изображение предмета или уменьшивать. Тогда линза всегда увеличивает. А есть ли линзы, которые будут уменьшать изображение предмета. Есть ли линзы. Двояко вогнутые. Вот такие. То есть линзы бывают разные. Но дело в том, что одиночная линза, если ее вот так поставить, она, конечно, увеличит. Это урок. Поэтому в микроскопах, в объективах фотоаппарата, телескопах и так далее используется не одна линза, а целая система. В простейшем случае две. Ну, на самом деле, там, как правило, больше. Вот несколько линз, исходящих друг за другом. Вот такая система позволяет не только увеличить объект, но и избежать его деформации. Можно видеть нормально. Все эти линзы в микроскопах собраны в одной трубе, которая будет называться тубус. Вот эта труба называется тубус. Ну, тубус переводится с латынию очень просто. Труба. Это и есть труба. В тубусе, как минимум, две линзы собраны. Одна линза вот здесь, с стороны объекта, а вторая линза вот здесь, с стороны глаза. Название этих линз теперь вам легко запомните. Как древние славяне называли глаз? Око. Око. Окуляр. А эта линза, она к чему разорвана? К чему она разорвана? К объекту. Объектив. Итак, объектив – это та линза, которая находится в стороне объекта. Окуляр – та линза, которая находится в стороне глаза. То есть, ученый, вот, углазит в глаза. Окуляр? Да, да. Ученый смотрит в окуляр. И вид изображения объекта увеличен. Ну и теперь, чтобы все эти детали не рассыпались, у любого микроскопа есть основная его часть, которая будет называться станина. Стан. В которой будут прикреплены предметный столик, фугус. Станина, как правило, имеет такое массивное основание, чтобы какой-нибудь не в меру впрызки исследователей ее не опрокинул. Потому что иначе все развалится. Сюда же к станине прикрепляются зеркальцы и осветители. Все слабо. А теперь вопрос. Если вы когда-нибудь, работая с фотоаппаратом, не типа Мульница, а с более серьезной машиной, то понимаете, что вообще-то надо наводить, иначе вы получите размазанное нерезкое изображение, а вам вот надо выделить в качестве резкого какие-то определенные детали. Как наводка на резкость микроскопа осуществляется? Резкость будет зависеть от того, на каком расстоянии объектив находится от объекта. То есть самый простой способ наведения на резкость взять и дубус слегка поднять или слегка опустить. Поэтому у любого микроскопа есть винт, его будут называть отстроечный винт, который, ну то есть вы берете эту рукоятку и начинаете крутить. А здесь на тубусе пластинка зубчатая планка. Штеренки винта цепляются за зубчики, смещают тубус немножко вверх и немножко вниз. Вот так вы настраиваете на резкость. Примерно так выглядел микроскоп академика британской академии Гука. И на одном из этап своего исследования Гук решила забраться, как устроена пробка. Та самая пробка, которую затыкали винные бутылки, которые использовали в качестве декоративных панелей, термоизоляторов и так далее. Кора пробкового луна. Как по-вашему, если препарат очень толстый, большой толщины, вы в микроскоп что-нибудь увидите? Нет, нет. Обязательное условие. Препарат должен пропускать свет. Так что вы видите на самом деле только тот свет, который прошел сквозь препарат. Как препарат делается? Берется бритва и отрезается тоненькая, тоненькая, тоненькая пластинка материала. После этого закладывается на предметный столик, и ее можно исследовать. Так вот, в этом режиме Гук увидел такую странненькую конструкцию. Представьте себе, что из этого класса все вынесли, вообще все пустое. А абсолютно весь объем класса заставили аквариумами. Один аквариум, на другой, на третий, на четвертый. Вот весь класс заполнен аквариумами. С колдов толка. Аквариум пусты. В них ничего нет. А вы в окошко заглядываете, в этот класс. Он вам покажется пустым, или вы увидите смутно достаточно, но увидите, что в нем много стеклянных коробок. Да, конечно, увидите. Вот примерно такую картинку увидел Гук. Многочисленные какие-то ячейки или коробки, которые плотную друг к другу исполняют все пространство кадра. Отписывая то, что он увидел, Гук назвал эти ячейки словом, латинским термином «Cellua». Дал в латинь «клетка», «Cellua» — «клеточка». Он просто описал свое видение этим термином. Отсюда этот термин вошел на угол. «Cellua» — «клетка», «Cellua» — «клеточка». Гук увидел мне клетки. Вообще в составе пробковой коры хоть одна живая клетка есть? Нет, там что есть? Пробковая кора — это кора какого растения? Испанского пробкового дуба. Подумайте, что увидел Гук? Чем покрыта снаружи любая клетка растения? Как называется такая оболочка? Клеточная стенка. У всех растений, из какого материала построена клеточная стенка? Из материала, который называется «Целлюбоза». сложный сахар, полисахарин, целлюлоза. Теперь понятно, откуда взялось это название химическое, целлюлоза. Ну как, вспоминайте, как назвал Гук то, что он увидел под микроскопом. То, что я вам говорил. Целлюла. Целлюла. Целлюлоза. По-русски. По-русски это просто дословный перевод с латыни. Клетчатка. Это материал, из которого построены клеточные стенки, окружающие любую клетку растений. Так что Гук увидел, на самом деле, не клетки, а только пустые клеточные стенки. Сами клетки одно погибли. А первый человек, который реально описал клетки и увидел. Правда, не использовал этот термин. И вот, пожалуйста, не думать, что науку делают только академики. Этот известнейший в истории науки человек, а звали бы Антуан Левенгу, был голландским торговцем шерстью. Нормальным пустом. Скажи, а чтобы любая линза хорошо работала, у нее должна быть гладкая поверхность или неважно какая. Абсолютно гладкая. Ее надо отполировать. Чем полировали линзы? Тряпочкой. Тряпочкой с хлопками. Ничего не выйдет. Хлопковое влокно слишком мягкое. Назад. Назад. Вы так и сцарапаете поверхность линза, что заветно ничего не увидите. Шерстью. Сукну. Сукну. Левенгуб торговец шерстью. А хобби у него, как бы мы сейчас сказали, хобби, увлечение, которое не приносило его дохода. Он этим занимался для себя. Хобби у него было как раз в изготовлении линз. И он делал линзы и рассматривал всякую разную мелочь. То, что в школьном учебнике называется микроскоп Левенгука, никаким микроскопом не было. Левенгуб, просто изготавливая разную линзы, понял, что сила увеличения зависит от достаточно простой вещи. Вот я вам рисую несколько разных объектов. На все эти объекты я смотрю сбоку. То есть не вот так вот, а вот так. Сбоку, с ребра. Вот пятый объект. Все эти объекты стеклянные. Через все эти объекты я пропускаю свет. Как по-вашему, какие из них будут работать как линзы? Ну, то есть увеличивать изображение, а какие не будут. И от чего зависит степень увеличения у линзы? Просто окомное стекло. Я взял высококомного стекла и смотрю не вот так вот, а развернул сбоку смотрю. Следующая линза. То есть стекло тоже линза, только с нулевым увеличением. А дальше, а у какого максимального увеличения? У шарика. У шарика максимального увеличения. Но попробуйте сформулировать, от чего зависит коэффициент увеличения. От толщины. Это называется степень кривизны. Чем более криволинейна поверхность линза, тем сильнее она будет увеличивать. Но правда, при этом будет происходить нехорошая история. Чем сильнее увеличение у одиночной линзы, тем сильнее она деформирует объект. Вот такой шарик будет иметь чудовищное увеличение, но менять форму объекта будет очень сильным. Так вот, так называемый микроскоп Леменбурга, на самом деле это вот такая сферическая линзочка одна. То есть вообще-то это не микроскоп, это лупа. Диаметр этого стеклянного шарика всего два миллиметра. Малюсенький. В руках его удержать было, конечно, совершенно невозможно. Поэтому, как выглядел сам приборчик. Это такая бронзовая пластинка, которой просверлено на отверстие, и в это отверстие вставлена стеклянная бусина. Так? И при работе, что делал исследователь, а исследователь брал просто вот так в базу подносил пластинку и, уткнувшись носом в объекты, рассматривал, что это там есть. На технику работы с микроскопом один очень похожий. Это действительно линза, или лупа Леменбурга. При том, что она имела вот такую максимально возможную кривизну, у нее был очень высокий коэффициент увеличения. Она увеличивала в 200 раз. Значок увеличения в оптике будет выглядеть в алтаре. Знак по множеству, и потом число. Итак, линза Леменбурга увеличивала объекты в 200 раз. И Леменбург рассматривал все на свете. Им было чертовски интересно, как все устроено. Рассматривал он, разумеется, решительную бряжу, рассматривал уксус. Леменбург как считал, что если уксус такой острый, если, да, то там наверняка в нем какие-то маленькие-маленькие иголочки, хлопок, которые будут всех колоть. Ну, он смотрел-смотрел на уксус, но никаких иголочек не нашел. Зато, когда он посмотрел самые разные биологические жидкости, собственную слюну, каплю воды из лужи, каплю крови, то он увидел целый, как мы сейчас сказали, зоопарк. Там кто-то бегал. Кто-то бегал, менял форму, кто-то двигался. И Леменбург правильно понял, что это мельчайшие живые существа, и назвал их по латыни «зверючки». По латыни «зверь», а «анима», его уменьшительный суффикс «анимальфули». Леменбург то, что он увидел, назвал «анимальфули». Леменбург то, что он увидел, назвал «анимальфули». Так? Значит, и не принялся зарисовать. Он не очень хорошо умел рисовать, о чем он исследовал в своей книге, которую он написал, что он, черт, жалко, вовремя не выучился. Потому что воспроизвести как следует тот мир, который я увидел, у меня вот не получается, на самом деле это все интереснее. Но тем не менее, по его изображениям сейчас можно понять, кого он видел. То есть он, в общем-то, зря на себя ругался. По его рисунку можно разобрать. Что? А он видел самых разных существ, которые мы сейчас с вами как называем? Как называются существа, стоящие из одной клетки? Протистое. Протистое на современном языке. Но можно и старый термин использовать одноклеточное. Одноклеточное он обнаружил и нем, и в воде из лужи. В мужской сперме он рассчитывал найти маленьких-маленьких человечков. Ну, потому что после впадания мужской сперме в женский организм начинает развиваться ребенок. В те времена так и считали, что там просто такие малюсенькие-малюсенькие человечки сидят, которые быстренько-быстренько прибегают, а в них клетки тоже маленькие-маленькие человечки сидят. Они объединяются, и объединившись, начинают расти. Никаких человечков он не увидел. Зато он первым написал сперматозоиды. В те времена часто можно было в книгах встретить вот такую картинку. В науке книг, я имею в виду, они просто какие-то там бульварные. Сперматозоиды – это такой корабль, в котором едят пассажиры. Задача сперматозоидов – просто доставить пассажира на место. Мы очень долго не могли поверить в то, что никакого человечка нет. То есть ситуация, в общем-то, иначе срабатывает. Так вот, в честь описания всех этих объектов, первое описание принадлежит как раз Ливенгуку. Исключительно быстро в Европе микроскопические исследования входят в Могу. Допустим, наш первый российский император. А как звали первого российского императора? Петр Первый. Петр Первый, слава Богу, знаете, очень хорошо. А то, что Петр Первый учился в Голландии. Да. Слышали про это дело. Вот он заглядывал к Ливенгуку. Английская королева заглядывала к Ливенгуку к простому торговцу шерсти. Вещь совершенно невозможная. Интерес к работе оказался просто очень великим. Поэтому очень быстро самые разные люди совершенствуют микроскопы. И в течение 18-19 века очень активно ведутся микроскопические исследования. При этом то, что вы видите под микроскопами живых объектов, очень здорово отличается. Ботаники, да, ботаники видят примерно то, что ГУК назвал клетками. И продолжают использовать термин ГУКа. То есть они видят какие-то более-менее регулярные структуры. Вот такие. Очень часто более или менее геометрически правильные. Которые вот так вот стоят. При улучшении микроскопа имелось возможность просматривать внутренние детали. Стало понятно, что внутри такая клеточка будет иметь набор картистных деталей. И что эти детали более-менее одинаковые у всех клеток. А вот залоги видят совершенно другую. Вот никакой такой геометрической правильности нет. Либо что-то такое похоже на мешочки. Они так описывают в мешке. Либо что-то похоже на маленьких свинок. Либо что-то похоже на вытянутых червей. Ну то есть совершенно другие образования. Залоги не пользовались термоуклеткой. Но копились описания строения вот этих внутренних деталей. И в 30-е годы, уже 19-го века, встретились два друга. Эти два человека действительно дружили. Во всяком случае находились в тесной переписке. И действительно достаточно часто встречались. Дело об Германии. Звали, извините, Шлейден. И он был ботаником. То есть он исследовал вот это хозяйство. А второго звали Швана. И он был заложен. То есть исследовал микроскопическое строение тела животных. И обнаружил огромное количество самых разных деталей, которые с тех пор так и получили его имя. Допустим, до сих пор мы, описывая нервную систему, говорим про швановские клетки, швановские взаимодействия. Ну, потому что этот человек пиво выписал. Хорошо. Ну, собрались они где-то за кружкой пива. Стали обсуждать последние новости. И пришли к выводу, что, ребят, несмотря на то, что все это внешне очень отличается, а по сути-то тело устроено примерно одинаково, если какая-то деталька обнаружена в растительной единице, почти наверняка такая же деталька будет у животной единицы. Так есть, конечно, отличия. Но сход намного больше. В это время были исследованы основные процессы. О белках только ничего не знали, а ДНК РНК тоже ничего не знали. Мы могли измерять вещества, некоторые вещества, которые образуются в животных системах. И выяснилось, что процесс общий. Опять же, различие есть, но основные процессы общие. И по Гумов, неодорождение, Шейден и Жван сформулировали самую важную гипотезу за все времена науки биологии. Более важную гипотезу, а затем теории, не было никогда. Клеточная теория. Они сформулировали два положения клеточной теории. Первое. Все живые организмы состоят из клеток. Поэтому клетку можно считать минимальной частью живого. Это тот кирпичик, из которого строится живой организм. Что это значит? Личный я. Живой организм? Да. Мой палец. Это живое тело? Да. Мышечная клетка в моем пальце. Это живое тело? Да. А вот кусок мышечной клетки. Это живое тело? Нет. Нет. Свойство жизни будет проявлять только такая целостность. Только целая клетка. Если взять кусок клетки, никаких свойств жизни вы не получите. Это уже не живое. Это уже не существо. Это сложный набор веществ. Понятие жизни кончается на уровне клетки. И второе. Положение клеточной теории. Несмотря на внешнее отличие. Второе положение клеточной теории. Основные структуры, основные детали и основные процессы у всех клеток спадают. Несмотря на внешнее отличие, основная структура, основные детали и основная процессия, у всех взглядов распадают. Отличия, разумеется, есть. О них мы с вами много будем говорить. Но основа всегда совершенно общая. Вот здесь исключений не было. Хорошо. И так что обстояло всю середину XIX века. Обрадовались, стали поздравлять друг друга. Ура, биология получила общее основание. Ну то же, для этого как работали? Мы считали, что животное это одно, а растение другое. Большинство не очень образованных людей так считают до сих пор. Не очень грамотные люди. Что живые это мы. А вот морковка, она уже не живая. С этой точки зрения исключительно смешно выглядят убеждения викторианцев. Викторианцы считают, что эти проклятые мясоеды питаются частями живых рыцарей. Да? Ну давайте подумаем. Вы часто едите живую курицу. Или подходите к поросенку, отгрызаете от него там кусок. Брян. Да нет, в общем-то. Такого, по сути, дела не бывает. А человек, который ест яблоко, морковку, салатик. Он сейчас не будет делать. Кого он ест? Желухи. Ну, в воду живых. Конечно, живые существа. Все клетки растения, в тот момент, когда их пережелывают, они вполне живые существа. Это ясно? Хорошо. А если яблоко, в яблоке клетки взяли и умерли? Это яблоко вы есть будете? Нет. Вы как раз, что вы у него скажете? Гнилое яблоко есть, я его, конечно, не буду. Во всяком там, компоте, сухофруктах и так далее, живых клеток уже не остается. Да? Но ведь люди такого типа как раз делают статку на то, чтобы есть свежие овощи, свежие фрукты. Ну, то есть, непосредственно потреблять живые организмы в то время, пока они еще живы. Так что, вот такой несколько перевернутый мир оказывается. Так обстояло дело. Ну, а после формировки передачной теории стало понятно, что, несмотря на все различия, общее строение любого живого тела все равно скобно. Стало понятно, что мы называем живым. И дело так состояло до 60-х лет 19 века, когда пришел следующий великий гений. Ну, это действительно могучий человек. В последние 3-е 20 века один из самых мощных сравнительных физиологов, медиков, патриарх европейской биологии и медицины Рудольф Вирхов. Рудольф Вирхову принадлежит в честь формулировки третьего положения клеточной теории. Шлейн и Шлан сформулировали первые два положения, Вирхов добавил третье. После Вирхова уже никто ничего не добавлял. Вот эти три положения клеточной теории в такой форме и до нашей дни остались. И все их сформулируются. Еще раз? И все их сформулируются. Да. А немецкая школа естествознания в 19 веке была одна из самых сильных. Могучая школа была. Какое положение добавил клеточку? Вопрос, откуда берутся новые организмы? Как портка ответит на такой вопрос? Из яйцеклетки. Из яйцеклетки. Из яйцеклетки. Такое бывает на свете, но правда достаточно и не будет. Хорошо. А ваш рост за счет чего происходит? Деление. За счет деления клеток. Если я спрошу несколько иначе. Не про организмы, а про клетки. Откуда берутся новые клетки? Изделение. Изначально клетки. Хорошо. А может клетка взять и возникнуть неоткуда? Нет. А может мы делаем иначе? Беру клетки. Живые клетки. Из каждой набрал деталь. Много, много, много деталей набрал. Все эти детальки сбросил в кастрюлю. Нет. Там есть все составные части. Могут они взять и провести саму сбоку, образовав новую клетку? Нет. Нет. Вещь совершенно невозможна. Вот этот принцип как раз был сформулирован в Верховом. Третье положение. Новые клетки всегда происходят от деления или слияния клеток предшественников. Клеток, дефис, предшественников. То есть тех клеток, которые до них существовали. Ну и как положено. Чаще всего новые клетки рождаются за счет деления или за счет слияния? Нет. Конечно за счет деления. А приведите пример. В каком случае новая клетка образуется за счет слияния предшественников? Есть клетка, а есть клетка. Абсолютно верно. При половом процессе. Как будет названо, у таких клеток есть свое имя. Клетка, образовавшаяся за счет слияния половых клеток. Как в биологии называется. Запомните это название. Термин очень важный. Мы сейчас с ним будем возиться, особенно к генетике. Итак. Во-первых, общее название самих половых клеток. Общее название – гаметы. Половые клетки имеют грамотное название – гаметы. Гаметы бывают двух типов. Мужские гаметы как называются? Скронтозоиды, да? Жанские гаметы. И циклеты. При слиянии образуется зиболта. Облазненная циклета или зиболта. Вот. Образование зиболты – это как раз случай рождения новой клетки не за счет деления, а за счет слияния. И вот здесь надо раз, но всегда понятия, как можно сказать. Скажите, пожалуйста, сперматозоиды – это клетка сама по себе или это клетка папы? Это клетка папы. Яйцеклетка. Яйцеклетка – это клетка сама по себе или клетка мамы? Мама. Конечно, клетка мамы. А вот зиболта – это клетка папы или клетка мамы? Яйцеклетка. Признаки папы перетисовывались с признаками мамы и образовался такой набор, который за всю историю существования космоса больше не повторится. У каждого из нас с вами абсолютно уникальный, никогда не повторяющийся набор признаков. Слушайте, а где себе бывает много одинаковых людей, когда вы повторяете? Ребятки, прежде всего, не бывает одинаковых людей на свете. А если близнецы? Такого на свете не бывает. Даже близнецы. Скажите, пожалуйста, девчонка, когда родилась, она тут же немедленно рожать будет. И некоторое время пройдет. Время. Некоторое время пройдет. Ну, летом, ну, как минимум 13-14 должно пройти. 12. До этого вряд ли родилась. Скажите, за все время, когда она живет, вот эти свои годы, да, до того, как кого-нибудь родили. Две барышни, длинные, что ли, да? А за эти там 15-20-25 лет, пока они не стали с вами рожать. Мутация в их теле происходила? Да. Скажите, пожалуйста, наследственная информация, которую одна мама-близняшка и вторая мама-близняшка передаст своим детям. Одинаковая или разная? А в каком мутации? А мы разбираем. А мутация – это случайные ошибки в генетическом поле. В записи наследственных признаков. Мутация – неостановимая сила. Восстановить их нельзя. Пожалуйста, не думайте, что страшные мутанты, влезая из телевизора, покоряют планету и так далее. Как в Голливудских фильмах, там, «Ловы мутанты». Скажите, пожалуйста, лично у меня сколько мутантных признаков? Не очень много. Не очень много, а все до одного, ровно так же, как и у вас. Если снять результаты всех древних мутаций, то как бы мы с вами выглядели? Одинаково. Мало того, что одинаково. Как? Бактерии. 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 Вы понимаете, что исходные организмы на планете прокариотичны. За счет мутирования и действия отбора. Вот эти две разные силы, которые создавают новую форму, могут только соответствовать. Мутанты сами по себе ничего новенького не дадут. И Орбов сам по себе ничего новенького не дадут. Но если у вас есть генератор случайных чисел, который все время сыпет новые и новые варианты сочетания. И у этих вариантов не одинаковая шанса пройти к сервису, то есть копироваться, то тогда со временем у вас будет формироваться новая форма. Понятно? Эволюционный процесс совершенно не остановил. Абсолютно все признаки, которые есть у любого современного организма, это результат древних мутаций. Или более современных мутаций. Эволюционный процесс сейчас и дело. Так что эволюция человека совершенно не остановилась, она продолжается. Нельзя остановить эволюционный процесс. Это примерно то же самое, что остановить молекулярное движение. Обывателю просто кажется, что молекулы не двигаются, он его глазами не видит, значит все стоит на месте. Но абсолютно так же. Обывателю кажется, что люди не меняются. Все как меняют. Другое дело, с каких темпах эволюционного процесса, с какой скоростью идут эволюционные изменения? Крайне медленные. Крайне медленные. За одно, два, десять поколений увидите результат срабатывания эволюционного процесса, как правило, просто не идёт. Но здесь уже от скорости разрушения. Да. Поэтому эволюция бактерий будет идти с одной скоростью, а эволюция сломок – с другой скоростью. Хорошо. Итак, мы с вами немножечко поговорили о истории самого термина клетка, сформулировали плоднейшее положение клеточной теории, ну и после переменки начнём разбираться в строении клеток самых первых исходных существ, которые образуются на нашей планете, около 4 миллиардов лет назад. Не миллионов, а миллиардов. Ну, по данному последнему анализу, даже больше, чем тресклали, немножко больше, чем, да, где-то 3,7.